С миром Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Божьей милости в будкам негрешному, Господи, Иисусе Христи, Симе Божий, молитвами Пречистое Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Христос воскрес измертвы, смертью и смерть поправ, Исущему, любви и любви и любви и любви. Христос воскрес измертвы, смертью и смерть поправ, Исущему, любви и любви и любви и любви. Христос воскрес измертвы, смертью и смерть поправ, Исущему, любви и любви и любви и любви. Святой Боже, Святой крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй на славу Отцу и Сырину и Святому Духу и Ныне всегда и во веки и веков и дни. Пресвятая Троица, помилуй на нас, Господи, очистили их и наши. Увозы попростили из закона наших святых и просили немощи наше имя и проявление. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сырину и Святому Духу и Ныне, пресно и во веки и веков и дни. Слава Отцу и Сырину и Святой Бессмертный, пресно и во веки и веков и дни. На оставку с весна мы пропадаем к Твоим стопам в лагере, а не искупись, возглашаем Тебе сильнее. Свят, 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 свят ты, Божий, помоли, помилуй, помилуй на нас. Слава Отцу и Сырину и Святому Духу, спаси от сна и поднял меня, Господи. Слава Отцу и Сырину и Святой Бессмертный, пресно и во веки и 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 дни. Слава Отцу и Сырину и Святому Духу, пресно и веки 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 икону моих, но оказал обычное этого человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утренную молитву и прославить могущество Твоего. И не просвети Мои миссия, чтобы у меня получаться Слово Твоему возникать заповеды Твои, исполнять воли Твои, и открыть встанную, чтобы прославлять Твоего благодарного сердца Твоя Святейшая, ими Твоего Союза, и Существует Дух, аминь, ими, всегда и ровите веку. Аминь. Придите, поклонимся Сырю нашему Богу. Придите, поклонимся и пропадем ко Христу, Сырю нашему Богу. Придите, поклонимся и пропадем к самому Христу, Сырю нашему Богу. Радуйтесь, праведное Господи, правом прилично, слава Своей, славьте Господа на гусях, пойте Ему на сестру, на псалфеи, пойте Ему на новую песню, пойте устроенного с лицами, и во Слово Господне право и все делаю на мне. Он любит правду и суд, милости Господне, права земля, слава Господа, сотворение небеса, с духом пуст его всего и струи, он собрал, будто груди морские воли, положил бездну в хранилище, да боится Господа вся земля, да трепещут перед ним все живущие во вселенной, И до полу сказал и сделалось, он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей. Совет же Господень стоит во век, по мышлению сердца его, в рот и рот, влажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал нас, ведя Себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, которого Он восседает, Он презирает нас, живущих на земле. Он создал сердца всех их и влекает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполинен защитить великую силу. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силу из мира. И вот, опы Господь над боящимися Его, и уповающими на месте Его, что Он душу их спасет от смерти. И он голода пропитает их, душа наша уповает на Господа. Он помощь наша, защита наша, о нем веселится сердце наше. И он святое имя Его, мы уповаем. Да будет милость Твоего Господи над нами, как мы уповаем, уповаем на Тебя. Благословлю Господа на всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. У Господа будет хвориться душа моя. Пусть слышат кроткие вам веселятся, величайшие и Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил в нем. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и их не постыдятся. Все нищего звали, Господь услышал, и спас Его от всех бедного. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Кусите и увидите, как благо Господь, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет с куристи и боящихся Его. Скины блестуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нуждений в каком благе. Пройдите, идите, послушайте меня о страху Господне, научу вас. Хочется человек жить и любит ли его беденство, чтобы видеть благо. Удерживай язык свой от зла и устатывай от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ними. Почерь Господня обращена на праведника, кружи Его к веку и их. Молицы Господня против делающих зло, чтобы истребить землю память о них. Взывай праведный Господь, слышите, от всех скорбей их избавляйте их. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей праведного и от всех избавят Его Господь. Он хранит все кости Его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника, зло и ненавидящие праведного погибну. Избавит Господь душу рабов своих и никто из уповающих на Него. Не погибнет. Слава Своей Сибири Святому Духу. И ныне всегда и молитвей, о память. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, и да я никогда не делал ничего доброго перед Тобою, избавь меня от зла, и пусть будет во мне воля Твоя. Боже, дай мне открыть Твои недостойные уста, восхвалить Святое Имя Твоего Отца и Силы Святого Духа, и дними, и всегда, и возьмите веков один. В Остапах сна я посреди ночи приношу Тебе песни Спаси, и припадаю к стопам Твоим, восхвецаю Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего при Тобой на молитве, и после сна ночи пошли мне ясный, безгрешный день Христи Божия, и спаси меня. Владыка Чего-то легче, встав, после сна я спешу к Тебе, и по милосердия Твоему принимаю за угодные дебюдила. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, весь Багнер вся прозла в мире от дьявольского искушения, и спаси меня в виде вся, сколько и вечная, ибо Ты мой творец, и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, милю Тебя и во веки реков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему. Прошедшее время этой ночи провести без напасти, и всякого вратского зла, Теса, Владыка, Творец и Высокий, Господь, на предсвети Твоей истины, с просвещенным сердцем исполняет волю Твою, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Сидержитель Божий, сельбесплотных и всякого против на высотах небесных, живущие и озирающие дровы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясновидующие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный царь, премивалили наши, которые мы в настоящее время надеялись на обилие сострадания Твоего. Говорим Тебе из нечистых хвостей. Прости нам прегрешение наше, совершенное нами делом, словом мысли, вольно и невольно. Чисть у нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мысль прожить всему здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия Одинародного Твого Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда общая семья придется славу воздать каждому, повелав Его, да найдет Он нас нележащими, сонными, набодрствующими, невосставшими среди исполнения заповедей Его. Мы готовим истинным в радость и божественный чертог славу Его. Где непрестанные голоса торжествующих, и наразимая радость, видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир. И Тебя воспевает все творения веки вечны. Аминь. Святый Ангел, поставленный, блестелую бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешно и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, грустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнили от Бога и никаким грехом. И молите меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем. И садил меня рабом, достойным своей милости. Пресвятая Владычица, моя Богородица, Святыми Твоими всесильными мольбами отгоди от меня ничтожного и несчастного раба. Умение, забление, неразумие, нерадение, Сестерные лукавые хуйные повышления от несчастного моего сердца И от повораченного ума моего. И погаси пламя страстей моих и брянищ, и слав. И избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений. Освободя всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов. И Твоя пречестная има славится во веки веков. Аминь. Молите о нас, святые угодники Божии, Андрея, Елена, Игнатия, Сергея, Роман Анатолий, Виталий. И мы усердно прибегаем к Вам, как молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, Радуйся. Благодатная Мария, Господь с Тобой. Благословенна Ты между женами. Благословен власть лева Твоего. Бо Ты родила, спасителя души наших. Спаси Господи людей Твоих. Благослови Твоего, ненежащих Тебе. Помогая православным христианам, победа Твоего. И сохраняя силы Креста Твоего, святого Твоего. Спаси Господи и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшка Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих друзей. И всех православных христианам подаем Твои земные небесные блага. И не лиши их милости Твоих. Посыпи их, покрепи. Силой Твоей дарим здравие и спасение души. И под Ты благ и будешь людей. Покой Господи души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Простил все их грехи, больные и невольные. И дар им царствие небесное. Со святыми покой Христи души рабов Твоих правов, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Святись и святись, а Новый Иерусалиме, слава Бога Господь, на Тебе и Себя. Веку и Невеселись и святой, не чистая, простой Сын Богородица, а восстание Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Невесебя и Вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божие, мы и дарим причислены Твоей Матерь, и подобных благодоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Молитесь и гнадитесь, начи. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова. Ам вовочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Выше Богу на земле мир. В человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, сохрани наши сокровища, книги здесь и в пути. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Богом негрешим. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу мою по мытарству и веди на веки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жите их бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Аллилуйя. Укрепи народ твой, дабы не страшиться царей и начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола Мерликийский, чудотворец образ крутости воздержания, добрый архипастер, моли Бога о нас. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное Тобою. Или всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь усиление наше от пожара, от воров, от нечистой силы. Живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серафимова, Иосифа, Алексея, Романа, Владимира, Никита, Михаила. Пошли, добрые жители, знающих уставы Твои, любящих Тебя, Господи, с детьми, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Мину, Литву. Расширь пределы общины, иди новые души. Возри на врагов, разруши их коварные замыслы против истины. Закрой их лживые устаи, в судный день не помяни их безумие, не дай им погибнуть. Благослови благодетели наших, исчезнися, пари, благое церковь. Елена, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимира, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови митрополита Иллари Увана, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священный Рейакима, Павла, Геннадия, Семьи, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Новому, Кирилла, Амроси, Вадима, Засима, Владимира, Максима, и дай маще священника, Слюбордах Тебе. Исей, Диакон, Евгений, Александр, Михаил, Андрей, Епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, и весь священнический и иношеский чин. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Смири власти и воинства и под крепкую руку твою. И через них сотвори благое церковь этой Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Азвагена, Манайдару, Мира, Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи насценить это мирное время. И приготовь земли сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Да будет благословен этот день. И умудри нас прожить ее под водительством Духа твоего святого. И священцу всему, начиная с Патриархии Папы Римской, даруй духовное рождение свыше. Аллилуйя! Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадых, Валентину, Алексею, Валентину, Надежду. Дмитрий, 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 Даги, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия. И отступников найди Александра, Михаила, Никола, не дай погибнуть в ожесточении и в закоснении во грехе. Молите Бога о нас, святые, мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликармский, Минский, Устин, Философ, Касмай, Думьян, Андрей Стартила, Первый Мужчин. Климент Инстик, Климент Анкирский, Анфимник, Эмидийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николай, Святой Царское Семейство, Владимир, В.И. Мусин, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял очертания зверя, Антихриста. Анфима, Вениамин, дай верую старши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые, пророки Божии. Пророк Илья, Ильисей, Нух, Муисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи. Едрани, Емя, Мус, Наум, Исаи, Иереми, Варух, Изыки, Иосия, Иаиль. Айдея, Исафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, В.И. Пророк, Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнил Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не засталось, не готовыми. Но чтобы лучше навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры и сосудами полной милее добрых дел, с соделанной в духе, святом, с любовью. Аллилуйя. Молите Бога на святые ангелы, архангелы, хирургиями, сарафимами, сенебесной силой, престолу Божию предстоящим, святые апостолы, Петр и Павел, ангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь жаждет следовать священное писание и исполнять. Ибо через них, мы думаем, иметь жизнь вечную не свидетельствует о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосий, Корнили, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антабольский, Антараштадский, Шанхайский, Кирилл Миподин, Атентий Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас, за сохранительность Господь в святой православной вере, а замысле ретиков развею и в ничто превратим. Молите Бога о нас. Святые жены и девы, Фёкла, первомущеница, Патина, Самарянина, Феверония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Андрея, Варвара, Екатерина, Перепетония, Татьяна Ильина, Гелиня, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескилла, Акила, Адроника, Ирина, Киприяна, Устина. Даруй Господь послушание и молчание, целомудрие и стедливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Господи, избавь от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И надеемся, что наше родство и такие Валентина, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Посети болящих, дай силу, все перенести. Пошли мы, здравия. Сергея, Алексея, Дионисия, Романа, Фаину, Антонину, Валентина, Марию, Нас помилуй, милости Твоя ради. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо все свое время окажется на пользу. Аллилуйя! Приготовь все необходимое, чтобы принять людей и детей. Будь милостив к нам, Владыка, Святые Истины. Благослови сам миру. Дай истинную веру в Тебя, Христа Бога нашего, спасения в Тебе. И нет иного спасителя, иного имени под небом данного человека. Аллилуйя! Путешествующих, Хараисов, Духа, дорогие. На Тебя, буховая душа моя, к Тебе прибегает. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Прими нашу молитву, воздяне рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом, благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедующих нам молиться о них, спаси их и помилуй, аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит, рад твой. Аминь. Аминь. Доброе утро, Христос воскрес! Истинно воскресе! Мы во время молимся, когда подготавливаем себя и к следующему уже, и дню молиться. Как провести день и о чем думать? Мы говорили, что для этого нужно покаяние, уметь прощать, творить милостыню. А сейчас мы проходим или добавляем рассуждение о благовестии, которое практически запрещено. Не просто нету, а запрещено. Меня неоднократно вызывали здесь на разборы. Как вы можете говорить, кто вас благословил? То есть он не благословляет и все. Я добился разрешения работать в тюрьме с заключенными. Они меня слушают, потому что знают, что я такой же каторжник был. Стараемся достать. Один раз только 56 динамиков я принес по камерам. Выступал, записывал там записи. Начальник уже все подчинили церкви. В годы советской власти, там 87-89 год, еще советская власть. И посылают к местному настоятелю Войтовичу, отцу Николаю, чтобы он сказал, кто вы, правильно ли нет, что-то такое. Я пошел ни под каким видом. Никак. Сам он не пойдет ни в жизнь, но и никого не пустит. Ну и что, я пошел другими окольными путями, то-то пошел все равно. Нашли более высшее начальство, там генералитет. И дальше я 17-18 лет работаю, даже до приговоренных к смертной казни попал и к ним. Дальше читаем. Красноречивый Аполлос, зная только начатки учения, не будучи еще и христианином, своей апологетикой проповеди принес помощь делу Божию. Ни у кого тогда и мысли не было запретить ему проповедовать о Христе, но лишь помогли ему на дому уже, не у священников, во всем разобраться. И апостол Павел ставит его в один ряд с собой, не говоря, кто ты такой, мирянин, простец и кого хочешь учить. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен на начатках пути Господня и горя духом говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Деяние 18.24 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. 1 Корифе 3.6.1.12 Познавшие истину, да делятся с другими щедро, Кирилл Русалимский говорит. Горе, запрещающим благовествовать истину. Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Лука 11.52 Не могу молчать о том, что слышал, говорит преподобный Максим Исповедник. Первые христиане были настолько ревностны, настолько реально ощущали зыбкость этой временной земной жизни, как реально воспринимали будущее Царство Небесное, как сегодняшнее, как наивысшую реальность всего, что они искали. Кому бы еще сказать о славной победе Христа? Побеждали, делая безгласными философов гибнущего язычества. Кавычки открыты. Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово? Ев 4.2 Я возвещал правду твою в собрании великом, я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь. Псалом 39.10 В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. То есть никакого сана, хотя левицкое колено было, от семени. То есть христиане. Псалом 67.27 Но когда все пророчествуют, и войдет кто не верующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. Он падет вниз и скажет, истинно, с вами Бог. 1 Коринфянам 14.24 Всеми судим был безбожный мир. А ныне слово архиереев и священников, не приправленное солью обличения и без ссылок на Святую Библию, потеряло силу. Слово ваше добудет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Колосиным 4.6 Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5.13 Не от того ли все постигшее нас не отходит в прошлое? Что это за грех пастырей, не верующих в это? За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Исайя 57.17 Пример. В вечернее богослужение службы ведет один священник. Выход с Евангелем. Откуда-то из подпола, из отверстия, выходит уже толпа служителей алтаря. Как у Даниила 14.13 Несколько минут массовка кончилась. То есть они молчат, стоят. Закрыли за собой царские врата, и буквально через несколько мгновений снова в алтаре только один служащий. А все спешно выскользнули по таемным ходам. Молись, народ, ходатай твои, каждый устремился на свою дорогу, каждый на своей колеснице. Бывает еще иногда. Сразу же выходит из алтаря, уже в футболке, без рукавки. И стоит тут матушка его, бывает накрашенная, взял ее под руку, пошли куда к кассе. У него денег там не хватает, на театр или куда. Цинизм и бесстыдство. Я говорю про Барнаульскую. В общем, я все стою рядом около кассы, у дверей все это вижу. Только архиерейское служение томит их до конца службы. Нельзя уйти. Мужченики невольные. Да возможно ли такое в любой секте? У старообрядцев, у масонов, у коммунистов. Чтобы так вышли, раз и знает, к какому времени подойти, когда там будут слова-словия Сталину делать. Пришли и сразу же ушли. О времена, о нравы. А после этого слицают. А чего же эта вера в народе падает? Крадут в проповеди слова друг у друга по бумажке. И это в лучшем случае. А иначе такой терновный плетень сплетет, что только и скажешь, не веди нас в искушение. По бумажке все считают. Сказать это слово не могут. И были люди, которые говорили без бумажки. Возьмите, как говорил Ульянов, как говорил Шикель Грубер, то есть Гитлер, Фидель Кастро, Керенский. И даже этих людей видно, говорят, как они. Вот Петр Первый это понял и сказал, что предь говорили не по-написанному, а говорить прямо, что есть, чтобы дурь каждого видна была. То есть он сказать не может. Он по бумажке, как Брежнев. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общее у Мекины с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, и говорят. А говорят, он сказал. То есть Бог Еремея 23.30. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Не на таких ли ревнителей натолкнулся Иоанн Затаус только в одной инспекционной своей командировке, за Босфор, что пришлось немедленно снять до четырех сот священников и шесть епископов, как сообщают свидетели тех пертрубаций. И пока свет Евангелия скрыт, жируют диабеты, поют в хорах безбожники, все считают православной свою душу. Затаус говорит своим прихожанам, я ничего не успею сделать один, если вы слово слышанное не понесете каждый к тому, с кем общается. Жена к служанкам, воин к подчиненным. Дебелые, рыхлые батюшки упрекали святого Иоанна Кронштадтского заборстых рысаков, на которых он стремительно объезжал своих прихожан, а вопрошающих в рясом отвечал, из-за вас, окаянных, спешу доделать то, что вы не успели. Дмитрий Ростовский, 21 сентября, житие, описывает вопиющую безграмотность священников, и сколько он не вопрошал, где же у них хранится причастие, тело Христово, так и не мог добиться. Пока кто-то не сказал, да про запас спрашивают-то, и на местном жаргоне дознался, где дароохранительница, в гнусном сосуде. Смотря на таких учителей, иногда и красноречивые, говорят, хотя бы никогда он не сходил с кафедры, слушал бы и слушал, а как сойдет, то, зная его, беспутные дела вздыхают, если бы он никогда и не восходил на кафедру. Поистине, руки, руки и сава, это дела, а голос, голос Иакова, это по проповеди. Бытие 27.22, «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», Матфеем 12.37, «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Притча 18.22, «Если бы горение Духа святого Вениамина 13 октября коснулось нас, когда мучители предложили ему свободу в обмен на молчание не проповедовать, что с охотой или с горящей, но принял митрополит Сергий Строгородский, ответил, «Невозможно свет переменить во тьму». Не достает места подробно изобразить запрет Максиму-исповеднику 22 февраля, Григорию Паламе 14 ноября, Иоанну Дамаскину 4 декабря. Сама преблагословенная преснодева Мария вмешалась в этот запрет и запретила запечатывать источник целительной проповеди. «Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих» 2 Коринфянам 4.3 «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовестие Христово» Галатам 1.7 за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне Филиппийцам 1.5 «Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни» 1 Тимофеев 4.3 «Открывшиеся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие» 2 Тимофея 1.10 «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные ощущаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют» Лука 7.22 Ну вот считай на сегодня к молитве довольно размышления Отличаю то есть благовестие Какое отношение «Да то, благовестия нет и некому молиться Человек не обращенный по слову Божию он и молиться-то не знает как Его легко обмануть Любая ведьма поставит иконы свечи да еще пошлет креститься его Все Она на 100% завоевала его доверие Ну есть разумение разлечения духов лжи православных это почти отсутствует Надо заботиться об этом молиться Идти на благовестие А что я еще не знаю Но это нехорошо Надо знать Знать молиться об этом Сергей Пупков здесь? Умерю Ну еще поедешь сегодня? Уже на пороге Не понял? Мойки на пороге Я на пороге сейчас собак не беру Ну да Во сколько подъедешь? Через час Через час Вот и хорошо Вчера я старый который вы привозили там от Надиного племянника с Игорем отправил А эти мы забьем у тебя все как было Слава тебе Христе Божий наш Слава тебе Ну я отключаюсь сейчас И сразу же начну Ну минуту может полторы пройдет событие дня Все пока С Богом Сейчас И включу Спасибо Христос